Главным историческим событием минувшего года Геннадий Панин назвал решение об укрупнении городского округа Орехово-Зуево путем присоединения сельских поселений, в результате которого территории городского округа стало больше в 14 раз, а численность населения на 15 тысяч человек. При постановке на 2017 год традиционных задач столетия Орехово-Зуево красной линией проходила через все планы и идеи администрации. «Наша работа – это прежде всего работа для жителей и с жителями», – подчеркнул глава городского округа. Во многом 2017 год стал прорывным. Строительство новых объектов, масштабные реконструкции, капитальные ремонты, реализации государственных и областных программ. В своем докладе Геннадий Панин коснулся всех сфер жизнедеятельности Орехово-Зуево. 402 подъезда в 132 домах были отремонтированы управляющей компанией на 100% в установленной программой срок. Контроль за ходом работ мы проводили вместе с жителями, общественной палатой, депутатами и государственной жилищной инспекцией. На 2018 год с учетом предложений, внесенных управляющими компаниями, планируем отремонтировать 566 подъездов в 196 домах. В 2017 году в соответствии с программой правительства Московской области «Чистая вода» был осуществлен подвод холодной воды от восточной системы водоснабжения к ВЗУ «Стрелки». На эти цели выделено из областного бюджета 556,5 миллионов рублей. 28 декабря состоялось подключение к данной системе нашего города. Качественно новые проекты для города и кульминация наших стараний – это, безусловно, Парк Победы. Проект масштабный. В 2017 году реализован лишь первый этап, в результате которого на заросшем пустыре мы провели наружные сети водоснабжения, канализации, поставили более 100 светильников освещения архитектурной формы, построили скейт-парк, фонтан, обустроили более 11 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек, более километра беговых и велосипедных дорожек, которые уже сейчас, зимний период, служат нам лыжней. В заключении глава подчеркнул, перед нами огромное количество задач, но если есть задача, значит есть и решение. Главное – видеть цель и не спотыкаться о преграды. Присутствовавшая на отчете заместитель председателя правительства Московской области отметила, что перемены в городе впечатляют. Конечно, 100-летний юбилей, который стал хорошим поводом для того, чтобы беспрецедентные объемы работ провести по благоустройству, по ремонту, по обустройству публичных пространств, парковых зон. Это, еще раз повторю, это очень впечатляет. Но наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев всегда говорит, вы знаете, сделали дело и забудьте. Это не наш стиль – почивать на лаврах, мы должны все время двигаться дальше и делать все от нас зависящее, чтобы жители Подмосковья и каждый из нас, как жители Подмосковья, получал удовольствие от тех результатов, которые дает вот эта кропотливая системная работа. Становится понятно, что те изменения, которые происходят, они происходят благодаря людям, каждый из которых ответственно очень и профессионально делает свое дело. Мы все одна команда, одна большая дружная команда. Здесь она есть, в Орехово-Зуево, она точно есть в Подмосковье, и она точно есть у нашей великой страны. Поэтому спасибо всем и всем больших успехов!